всем привет вы на канале диванного кроликовода и к счастью для нашего хозяйства мы все-таки продолжаем свою деятельность это это прекрасно конечно и сегодня я бы хотела рассказать о том чем я все-таки заменила профессиональные тропики для кроликов профессиональные тропы стоят в принципе не сказать что дорого но и не сказать что дешево за один тропик 100 рублей то есть это вот самая такая более-менее цена средняя так сказать вот но беда в том что заказать их можно только с большого города это не всегда доставляют как бы во все точки россии то есть у кого-то этой возможности может и не быть но я больше к тому что тропик стоит 100 рублей а доставка лично для меня стоит 300 рублей то есть тут заказывают только количеством только как бы сразу там не знаю штук по 10 хотя бы чтобы более менее было выгодно потому что в остальных случаях это не очень выгодно вот так вот заказывать то есть один тропик вам обойдется грубо говоря в 400 рублей а это уже совсем не дешево но даже без доставок как бы не очень дешево особенно когда у вас большое поголовье заказывать тропики по 100 рублей потому что если считаете 10 клеток 10 тропиков это уже 1000 у меня вот тут сейчас ну примерно давайте посчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать 15 16 и там еще две секции это 18 лет то есть 1800 мне нужно потратить чтобы сейчас у всех клетках были такие тропики честно говоря я лучше за эти деньги вот такие вот кормушки закажу чем просто что-то на пол но в любом случае как бы человек всегда ищет альтернативу и более бюджетную и вот я ее нашла купила вот такие вот заборчики он достаточно большой широкий то есть да тут крольчиха тоже не маленькая сидит и что могу сказать отмечу сразу что вот такие вот заборчики они в чистоте сохраняются намного дольше и грязь с них вот она как бы слетает за счет того что кролик своими лапками и и можно сказать счищает тут все скользкая грязь к нему не прилипает поэтому кролик лапками все это выкидывает вот этот вот тропик здесь так его назовем лежит уже примерно три месяца и вот ничего не чистила ничего не делала он выглядит достаточно приемлемо там вот в каких-то местах сейчас мы подвинем вот здесь это нас видите под нами по немножечко весит а в целом вот тропик достаточно чистый новые тропики у меня есть вот в этой клетке вот только вчера постелила то есть да три месяца эксплуатации в той клетке как бы сохранили достаточно достойный результат тропики остались чистыми в отличие от профессиональных тропиков там вот это вот получается полоса она в два раза уже из-за того что она два раза уже часто забивается вот именно в полосах в которые якобы должно все проваливаться в общем на данный момент мне больше нравится именно заборчик стоимость комплекта вот таких вот заборчиков это как бы вам сказать достаточно большие заборчики все-таки и эти заборчики если вы захотите вам придется с усилием поискать ну или вы знаете где такие продаются как бы и проблем это не составит у меня это было немножечко проблема потому что все продавались да там вот на половинку покороче или здесь вот поуже как бы такие не подходят вот это вот самый раз вот он занимает в принципе половину до клетки если быть справедливым и точным половину клетки занимает вот такой заборчик я считаю это достойно по стоимости комплект из вот таких 6 штучек мне обошелся в 300 рублей это получается в два раза дешевле чем я бы покупала 6 профессиональных тропиков по 100 рублей то есть 600 рублей или 300 еще и получается выгода в том что чистить нужно реже все это дело в принципе за три месяца я ни разу именно его конкретно не вычищала у меня лежала вот так вот пять сантиметров подстилки сенной перемешанная с навозом там уже да все такая запачканная подстилка вот и и я счищала здесь вот этот вот тропик на нем конечно же была грязюка но я так пошкрябала как бы времени у меня не очень много было я просто пошкрябала его чуть-чуть и оставила в принципе через пару дней тропик приобрел нормальный вид так что ничего к ним не залипает все проваливается как и должно советую что могу сказать бюджетно и оправдывает себя пока что кстати ни один кролик у которого лежит такой тропик не пытался его сгрызть они как-то их не очень интересует кстати единственное минус этого тропика у него конечно же нет креплений потому что это все-таки заборчика не тропик но я вот креплю вот такими вот железными штуками и получается здесь вот одну и вот там этого хватает вот вы видите никуда он не денется единственное что здесь из-за того что такие вот края то вы когда будете делать вот железякой какой-то скреплять она будет стоять пузырем это нужно убрать иначе кролики могут просто когтями туда попасть и пораниться я эту проволоку просто вот так вот вниз так туда придавила и здесь уже коготь не залетит главное проверяйте чтобы действительно все было так вот придавлено туда в общем супер кстати говоря это уже еще новая клетка теперь таких три вот та первая скажу что она вообще не удачная мы ее собрали не так она требует переделки в будущем она не удобная ни по каким параметрам только ну дверцы но вот такие кормушки на дверцы не советую вешать они их перекашивают из-за того что тут дерево тут дерево да как бы все пухнет высыхает пухнет высыхает и в результате двери вот так вот прям перекашиваются и из-за этого они здесь плохо открываются вот в этих клетках видите кормушка уже висит от на отдельной секции то есть она отдельно она кстати тоже распухла поэтому вот неприятные звуки раз но на ее функционал это никак не повлияло тут еще у меня сделаны дверцы так что они могут удалиться вот туда вот вовнутрь но честно говоря это не является какой-то проблемой потому что за цепочку дергаешь она обратно выходит да и я когда вот совсем закрываю я вот так вот цепь натягиваю и она туда особо не уходит ну и тоже какие кролики вот здесь вот девочка не дергает дверь она туда никогда не завалена а вот здесь вот очень любит очень требует внимания вот ей надо подергать эту дверь здесь та же история вот дверка свежая видите она может но опять же говоришь что для кого-то может быть эта проблема для меня нет потому что здесь цепь в натяг идет и она туда вот уже не валится все таки вот сейчас закрою минимально насколько вот она настолько отойдет если я минимально закрою я закрываю вот на вот это вот это под усилием но дверь тогда туда не вваливается и проблемы соответственно нет а так вот по такому же самому принципу что и вот это вот предыдущая пока что вот эта клетка самая лучшая из тех что есть у меня здесь то есть да вот эти вообще в ней конкуренции с ней конечно они совершенно другие из них хорошие вот эти вот три которые были сделаны перед вот такими вариантами то есть они последние свои комплектации вот они неплохи но здесь беда в том что дверь открывается вниз а значит кормушку не повесить то есть кормушка только может висеть внутри это не всегда удобно что она висит внутри так что поэтому мы в принципе отказались от таких клеток ну в общем то вот до трапики советую в принципе вы так сэкономите без потери качества а это самое важное в принципе что может быть то есть да как бы мы не хотели сэкономить тоже мы работаем животными и здоровье животных должно быть на первом плане вот эти вот трапики они позволяют сохранить именно бюджет и здоровье животных на этом все спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки видео еще будет что я могу сказать 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 видео еще будет что я могу сказать